С 10 утра до 6 вечера операторы колл-центра принимают звонки на прямую линию с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Работа в режиме нон-стоп. Если оператору необходимо отлучиться, он освобождает место, и это место занимает другой оператор. Таким образом, звонки принимаются непрерывно. 10 работников всегда на связи. Добрый день, вы позвонили на прямую линию с губернатором Нижегородской области. Меня зовут Мария, слушаю вас. Мария Теселкина в колл-центре работает 3 года. Говорит, прямая линия с губернатором – дело ответственное. Мы фиксируем обязательно контактный номер телефона, также указывается имя отчества, кто нам позвонил. Мы также указываем имейл или же домашний адрес, каким образом должен получить ответ на свой вопрос уже абонент. И, соответственно, указываем суть вопроса. Чаще всего нижегородцев интересует сфера ЖКХ. На втором месте по популярности социальное обслуживание и соцзащита. Около 15% обращений касается состояния дворов, еще 8 делят между собой дороги и медицина. В основном все-таки это ЖКХ, обслуживание у нас, то есть дороги, самые обычные бытовые проблемы людей интересуют. Возраст разный, 35-40-45 лет – это основная группа, которая звонит. Львиная доля звонящих – жители областного центра. Звонят и мужчины, и женщины в равных пропорциях. В среднем один звонок длится 5 минут, однако есть рекорды. Самый длинный был порядка часа, житель задал 11 вопросов. Главные требования к операторам – четкая дикция, грамотная, устная и письменная речь. Мало звонок принять, его нужно и передать. Все обращения передаются ежедневно два раза в день, для того, чтобы уже Глеб Сергеевич и его аппарат могли обработать и предоставить ответы жителям. Также на прямой линии часть из этих обращений будет рассмотрена. Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным состоится 16 сентября. В нашем эфире и в эфире других нижегородских телекомпаний губернатор ответит на самые актуальные вопросы, задать которые можно по телефону, указанному на экране, а также на сайте правительства Нижегородской области. Кстати, там же можно оставить сообщения в видеоформате. Надежда Щукина, Иван Масов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok